Но кулинарная тема на самом деле на этом не исчерпана. О пристрастиях футбольных комментаторов мы уже узнали. А вот знала ли ты зелье, чем питаются хоккеисты, например? Ну, в прошлый раз Гаврилов нам рассказывал. Про торты? Торты. Я тоже так думал, но на самом деле оказалось, что все не так просто. И Юлия Краснова, наша неугомонная, в этом убедилась. Мечта каждой девушки потерять за одну тренировку 3-4 килограмма. Но если для нас это все равно остается иллюзией, то для хоккеистов это реальность. Я думаю, что они могут есть столько углеводов и белков, сколько захотят. С такой-то потерей килограммов. Так ли это? Да, конечно. То есть мы можем вам завидовать, а вы едите все, что захотите. Но все равно мы тоже придерживаемся диетой немножко. И стараемся вечером уже после 6 уже не кушать. Потому что готовимся к игре, чтобы полегче себя чувствовать и приходится где-то ограничиться немножко. Лишний вес для спортсмена, который накатывает за одну тренировку по 5-8 килограммов, это балласт, который, к счастью, можно так же быстро сбросить, как и набрать. В этом помогают строгие наставники, которые знают всех обжор по именам. Не будем приходить на фамилию, у нас есть отдельные товарищи. Но в принципе они знают уже свое питание, поэтому они сами молодцы, они в этом отношении контролируют. Несмотря на строгий рацион, есть дни, когда можно поддаться гастрономическим слабостям. Сегодня не игровой день, мы уже побаловали их мясом, пловом побаловали, курицем. Вот, например, завтра уже будет игровой день. Курица и рыба – это легкосваяемые продукты. Ребята перед игрой, чтобы лишнего такого тяжелого не было. В день матча – особое меню. Как правило, это и спортивное топливо, и любимое блюдо. В день игры будут курочки с макаронами. Обычно ем только курицу и макароны. В принципе, любимое блюдо. Именно перед игрой мы всегда ем спагетти с курицей. Перед игрой обычно лапша или макароны ем. Курица бывает, либо я с чемгу ем перед игрой. Любим блюд, но, скорее всего, наверное, будет макароны с курицей. Перед матчем без вреда для фигуры – тарелка макарон с мясом. Но даже это строго по расписанию. Последний прием пищи – в 12 дня. В 12 часов в игровой день. И уже до вечера к нам не поднимается. Они, может быть, делают какие-то легкие перекусы. Коктейли, бруковые, бруковые. Да, то есть мы спускаем им фрукты, спускаем какие-то определенные закуски. Перебить чувство голода и зарядиться перед игрой помогают легкие перекусы и спортивные коктейли. То как, то может быть, уже банан съесть, шоколадку, чай, допустим, так. А что вы кушаете? Я просыпаюсь, днем, когда поспал, чай с шоколадкой и все, в принципе, больше ничего не ем. Путь к успеху не обходится без жертв. Главное – без фанатизма. Я считаю, самое главное – нужно кушать в удовольствие, нужно было вкусно кушать. По поводу спортсменов, у них есть определенный рацион, который они едят. Конечно, в игровой день у них будет больше длины углеводов, это не булочки и сладкие пирожные, это будут макароны. И белковая пища будет, будет курица, грудка курицы будет. А когда у них дни междуигровые, конечно, нужно будет хорошее питание. Те же самые углеводы, которые они там кушают, булочки, они очень быстро сгорают, потому что у них каждый день. Уходим, сжигаем все, потом заново все съедаем. С детства график профессиональных хоккеистов расписан по минутам. Облениться с таким тотальным контролем несложно. Сам я, ну, что-нибудь так, если только яичницу надо сделать, или пельмени там сварить, и все. Правильное питание, напряженный труд и вера в победу помогают юлаевцам в этом году оправдывать ожидания болельщиков. Но тренировки тренировками, а обед по расписанию. Приятного аппетита и что, держим кулачки и взбиваем шайбу? Да, спасибо. Это была программа Вести Спорт. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами.